здравствуйте дорогие телезрители мои подписчики на канале youtube голова садовая тараторию потому что очень много информации которая должна вам рассказать все растения вышли из зимы и каждый из какой-нибудь потери обязательно вроде бы и зима была не очень плохая но тем не менее я стою у гортензии гортензии на самом деле разновидности очень много но я бы сказала видов да но я хочу вас предупредить что кроме садовых гортензий есть еще домашний цветок гортензия вы пожалуйста не путайте если вы хотите в саду иметь это чудесный этот куст там метр два метра высотой то пожалуйста очень внимательно разглядите где угодно как отличается и чем домашняя гортензия чтобы вы не посадили в сад то домашнюю а дома то не посадили садовую вы же мне звоните и я просто там в ауте в глубоком ну девочки обратите внимание на этот куст смотрите на каждой ветке проснулись почки они у нее попарные есть по три по два видите да вот они их расположение очень красивая вот три вот три два вот здесь вот где молодые кусты там по две почки попарные где по старшей ветке там по три значит гортензия ежегодно должна цвести если вы неправильно сделаете обрезку ёшкин кот что будет правильно вы останетесь без цветов и никакой осенью никто не зацветет значит хочу сказать вам вот что если вы только посадили этот прекрасный кустарник два три года не ждите от него цветения пожалуйста формируйте куст кормите поливать надо очень часто и я вот тут стою с кучей дров в руке и я не зря начала свою эту песню о гортензии с того что каждое растение вышло из зимы с какими-то потерями вот это все я выломала в при корневой части представляете сколько погибло веток гортензии вот что и не хватило посмотрите ее корневая система как укрыта я до дробленкой засыпала ее так что там не то что промерзание вообще невозможно какой-то какая-то проблема не должна была возникнуть нет все таки вот эти все сухари пришлось выломать причем они еще и заболели видите вот это бокальчатая ржавчина значит кустарник надо обработать каким-то медисодержащим препаратом и я это выкину конечно и я хочу вам вот что сказать что сейчас ранняя весна в регионах где уже очень тепло где уже распустились листья но еще как бы да нет плодов пожалуйста вишни сливы вот гортензии да и яблони и груши все очень сильно страдает от того что осень холодная лето дождливая очень много болезней на растениях пожалуйста возьмите такой препарат как хома х о м хом разведите строго по инструкции как там написано услышьте меня и обработайте растения и вот под ним все обработайте вот при корневую зону потому что явно если болезнь бокальчатая ржавчина есть здесь она есть и на этих вот дробленка вот это нужно делать обязательно чтобы сад и огород и все там цветники были здоровы вы жалуетесь что у вас флоксы больные ну так вы обработайте медисодержащими препаратами когда они из земли выходят потом подрастут еще раз обработайте вам чужалка этого хома что ли или вы есть собираетесь эти флоксы нет же а гортензию сейчас очень полезно поить водой пожалуйста приезжайте на дачу на два дня вот два дня подряд поите ее водой потому что вас неделю не будет а дожди который идет это вот ну знаете вот ну 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 не знаю кому-то пить подавать они гортензию поить ведро ей бы сюда бы налить вот хорошо было бы я поливаю свои гортензии у меня есть еще несколько маленьких и дома с зелеными листьями и хочу упредить сибиряки услышьте тетя таню не высаживайте вы с зелеными листьями сейчас ничего заморозки по ночам и они будут продолжаться до 14 июня я в этом даже не сомневаюсь пожалейте свои растения если уж хотите высадить то накройте укрывным в два слоя шестидесяткой но боюсь что минус пять минус семь за городом не спасет даже шестидесятка ну наберитесь терпения скоро придет лето мне кажется а может мне только кажется всего доброго и до свидания